Здорово! Как ты там будешь танцевать, песенки петь? Будешь? Да. Где ты будешь песенки петь? Где? Маленький Матвей, кажется, про свой будущий садик знает все. Каждый день с мамой следит за работой строителей, ждет не дождется открытия. Это учреждение на Пашином должны достроить к 10 декабря. Оксана говорит, в очередь на детский сад они встали с самого рождения Матвея, три года назад. Сначала скомплектовали нас с садика, выделили корпус в школе. Но он нам не подошел, так как кое-какие условия нам не подошли. А потом дали садик, который находится далеко на доке. Мы также стояли, ждали. И вот сейчас нам скомплектовали в этот садик новый, должны до Нового года сдать. Директор сказала, что все хорошо, что некоторые воспитатели уже нашли, некоторые по совмещению будут работать с 35 садика, уже и мебель закупили. Всего до конца года в Краевом центре должны сдать 4 новых детских садика. Для 3000 ребятишек, которые ждут своих мест, этого, конечно, мало. Поэтому в городе не только строят с нуля. В 2015-м капитально отремонтировали 8 зданий. Кроме этого, администрация покупает услугу по присмотру и уходу за детьми у частных детских садов. Но родители все равно сетуют, мол, в нужный садик не попасть. И большинство вопросов на онлайн-конференции управления образования касается комплектования. Специалисты поясняют, не всегда есть возможность предложить места в тех учреждениях, которые устроили бы родителей. Да и в каждом дворе садик не построишь. Но выход все же есть. Вы можете воспользоваться частным. Ну, и мы будем субсидировать в этом смысле. Муниципалитет будет оплачивать это мероприятие. Если не подходит даже это, мы готовы предоставить ежемесячные выплаты. Но в любом случае мы стараемся избежать ситуации, когда фактически люди, которые говорят, нет, 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 нам нужен только этот сад, и их, безусловно, ну, там создается какое-то определенное количество, не фактически блокирует собой очередь в дальнейшую, фактически ущемляя права тех людей, которым мы вообще ничего предложить не можем, ровно потому что эти люди говорят, нет. Специалисты говорят, в конце концов, родители могут водить ребенка в садик недалеко от своей работы, но если ни один вариант не устраивает, можно вновь встать в очередь и ждать места уже в следующем году. Распределение начнется в апреле. Правда, в 2016-м на места будут претендовать уже 13 тысяч детей. Красноярск вообще входит в первую пятерку городов в стране по приросту детского населения. Но управление образования обещают, будут вводить новые места и в следующем году. В следующем году будет у нас введено ввод после строительства два объекта на 540 мест, и связано это прежде всего с тем, что идет повышение рождаемости детского населения, соответственно, динамика рождаемости дает нам основания для того, чтобы и впредь строить и капитально ремонтировать дошкольные учреждения. Сейчас в планах власти сделать так, чтобы у родителей все же появилась возможность выбирать дошкольные учреждения. На правом берегу эту проблему почти решили, теперь нужно создать больше мест в садиках на левом берегу. Ольга Тишинина, Алексей Гусев, Новости.